Поломан ралет, не могут открыть вторую часть. Люди стоят, ждут, и я вместе с ними жду целый час в Секонфенде. Там самые низкие цены, и не открылся ралет. И вот все стоят, ждут. Когда мастер пришел, но когда он сделает, это неизвестно. Где-то у полюдей сейчас как рванут туда. Там вещи по 3,50. А вот здесь сегодня 80 рублей вещи. 5 минут десятого, ралет не открывают. Мастер работает. Сегодня секонд неважный. Не на что даже глаз положить. Открылся ралет. Мастера открыли, но никто не заходит. На старт, внимание, марш. Пошли, аж лестницу снесли. Вещи по 3,50. Сейчас я пойду туда. Доброе утро всем зрителям. Доброе утро всем, всем, всем. Всем. Сегодня вторник. Не завтракал, что побежала в секонд. А там ни черта нету. Потратила, знаете, сколько время потратила? Два часа. И ничего там нет. Тряпок много. Люди хлынули. Я вам выставила маленький кусочек. Люди хлынули туда. Одна так взяла корзину и всю-всю обувь, которая на решетке стояла, на стеллаже, всю-всю обувь сгребла себе. Так на нее бабы ругались, а я за нее заступилась. Я говорю, а молодец. А вы стоите и выбираете. Человек взял, он купит, он заплатит. Бабы так на меня обозлились. Она говорит, что вы нас оскорбляете? Какие мы бабы? Мы женщины. Я говорю, баба, это литературное слово. Со школьной скамьи читали разные произведения. Баба, она и есть баба. А мужик сзади стоял и говорит, вот молодец, женщина. А то тут одни снегурочки стоят. Бабы рот ап и закрыли. Вот так. Так что за меня сегодня заступился в секунде мужик. Ну правильно, баба. Это не оскорбительное слово, баба. Баба. Ну баба, баба. Жил-был дед, жил-были бабы. Это и в сказках же не пишется. Жили-были дед и бабушка. Дедушка и бабушка. Жили-были дед и баба. Баба. Это нормальное имя, баба. У меня и мамка так говорила. Вон говорит, вон зато и баба и я. Ну, если где очередь. Вон-то баба стоит. Кто тебе сегодня стучался в калитку? А какая-то баба стучалась. У нас вот это слово баба, оно в ходу. Что мне вам культурным говорить? Вы же сейчас мне рот быстро закроете. Так. После секунда зашла в магазин, потому что надо было разменять 100 рублей бумажку. Бумажку 100 рублей. Кто белорусы, тот знает, что 100 рублей это одна бумажка. А мне надо разменять, чтобы... Сантехник, если рассчитаться сантехником. Он купит мне крепление на бачок. Ну, бачок не работает. Бачок не работает. Бачок не работает. С марта месяца, девочки. С марта месяца. Вот как я с Витьком познакомилась, так я с марта месяца не ремонтирую бачок. Вот. Смываю ведерком. Так что вот так вот я и живу. Мне так нравится. Так, купила почему-то булку хлеба. Не знаю почему. Во-первых, он какой-то такой, как самопеченный. В такой вот этом самом. Она его вылаживала, он мягкий. Во. Как Миша дышал. Во. Захотелось мясного. Купила 4 рубленых котлетки. Сейчас поджарю две и со свежим хлебом. Как наверну. Купила слив. Когда-то говорили, съешь сливы, будешь две сливы. Только почему-то от этих слив не пробирай. И на уценочке взяла два яблока и три банана на уценочке. Два яблока и три банана на уценочке. Как всегда, ритуал. Уцененный банан показываю вам. Уцененный банан. Лишь был уценен, потому что шкурка страшная. Все. Уцененный банан. Два уцененных яблочка. Они, конечно, не айс. Я купила, потому что погнившая даже трошечки. Яблок хочется, потому что надо идти туда к бабушкам, к универмагу и покупать яблочки. Все вам показалось, девочки. Буду жарить котлеты и со свежим хлебом как наверну. Ну, все, давайте. Что, девчонки, вот такие котлетки. Пишут, описались свиные рубленые. Доем вчерашний салат с собачьей миски. Как вы говорили, эмалированные миски, это собачьи миски. Вчерашний салат с подсолнечным маслом. Я не люблю салат с подсолнечным маслом. Но я вчера сделалась, потому что мне захотелось чеснока. И здесь много-много чеснока. И поэтому доедаем салат с двумя рубленными котлетами. Дополняем перчиком и огурчиком. И вот такой же манделок хлеба. Ну, помидор я вроде как и не хочу, не буду. Все, всем, кто кушает, приятного аппетита. Так что, бочки менять надо, как и перчатки? Нет, сейчас я поставлю такую, в которой можно поменять только клапан. Девочки, хочу ответить на пару вопросов, на пару комментариев, которые написаны к последнему видео про пальто. Я сегодня ночью 25 минут четвертого встала в туалет. И, как всегда, я ночью заглядываю в творческую студию. И если там написана гадость, я сразу человека блокирую ночью и ложусь спать. Сегодня же я сделала наоборот. Я полезла в шкаф. Я спросу, я думаю, какую же я купила куртку? Вот поступило такое вот у меня комментарий. Его пишет Вера. Пишет. Света, ты же в том году приобрела куртку. Ты ее и не носила. Зачем тебе еще одна куртка? Какую я куртку приобрела в том году? Я сегодня ночью лежала в четвертом часу и думала, какую же я куртку приобрела. Понимаете? Мне ночью, потом я поднялась, включила свет, открыла шкаф-купе, перебрала вещи. Кроме зимнего пальто и кроме элемовского такого же розового пальто плотностью 200 и одной куртки секонд-хенда в шкафу моем ничего не висит. И вот из-за Веры я сегодня с 25 минут четвертого я не спала до утра. Я все время думала, какую же я куртку купила? И где же она у меня? Если вот Вера есть желание, напишите мне, какую вы видели куртку, какого цвета она. Может быть, у меня деменция начинается. Может быть, я куртку купила и куда-то ее спрятала в шкафчик для посуды или куда-то. Я не знаю. Я сегодня в своем шкафу куртку не нашла. Я просто ее не нашла. Я посреди ночи поднялась, открыла шкаф-купе и стала перебираться. Думаю, может быть, я сплю. Может быть, мне кажется. Так вот, Верочка, напишите, какую куртку вы во мне видели, что я купила ее. В том году приобрела куртку. Я ее не ношу. Напишите, Вера, мне, какого цвета я показывала ее. Она с капюшоном, без, она зимняя, она осенняя. Какой она плотности, 200 или 150? Напишите, пожалуйста. Ирина пишет. Помнится, вы купили не так давно пальто такого цвета? Да, точно такого цвета пальто. Только пальто было фирмы Элема, а это была Калинка. Как сейчас смотрите, а то... Подождите. Помнится, вы купили не так давно пальто такого цвета. Как сейчас смотрите, а то куда делось? Оно вам было хорошо. Ответ. Кто-то за меня ответил. Она уже забыла. Это ответила Марина. С Мариной разговор будет отдельный. Идемте в шкаф. Куда я делала то пальто Элемовское, которое я купила? Идемте. Сейчас. У меня не переключается. Сейчас я... Так. Пальто, которое я купила в том году. Куда же я его делала? Вот оно, девочки. Оно висит. Пальто, купленное в том году в Элема. Стоит оно 400 рублей. Вот. Оно висит. Вместе с тем пальтом с меховым воротником. Вот висит. Ну? Ну, куртку я в том году не покупала. Не покупала я куртку. Ну что, Марина? Я забыла про свое пальто? Я не забыла. Если бы вчера то пальто стеганое было сорок... Ой, сорок... Пятьдесят четвертого размера, я бы его купила. Даже такой же цвет. Потому что оно плотности сто пятьдесят. А это плотность двести. Вот это пальто, что я вам показала, можно носить с нашей белорусской гомельской зимой. Так, здравствуйте, Светлана. Закажите куртку на Валберес. Пусть вам дочки объяснят, по какому принципу работает Валберес. Выберите и покажите. Та-та-та-та-та-та-та-та про Валберес. Девочки, я не буду пользоваться Валберес. Мозгоёбки я не хочу. У меня во мозгоёбки сколько. И поэтому пользоваться Валбересом я не буду. Отвечает... Так, здесь поступили ответы. Здесь поступили ответы. Так, Марина пишет. У неё даже москидных сеток нет на окнах. Грязут её и мошки, и комары. А денег жалко на сетку. О чём вы говорите? Непонятная женщина. Какой Валберес? У неё мозгов не хватает заказать. Знает два магазина. Соседи и универмаг. Марина, ты запуталась. Соседи, универмаг, ещё старый универмаг и секонд-энд. Знает только два магазина. Соседи, универмаг и всё. Больше ведь нет в Гомеле магазина. Витёк и то на рынке оделся. А это брезгует, зависло в прошлом веке. Я удивляюсь. Марина всё время мне писала хорошие комментарии. Теперь Марина постоянно выступает против меня. Марина, я вас заблокирую. Больше вы писать мне не будете. Мне такие писарчики не нужны. Не нужны мне такие писарчики. Я не знаю. Я вам что, в борщ насрала? Вы же были нормальной женщиной или девушкой. Кто вы? Я не знаю. Вы мне писали нормальную всегда комментарию, поддержку. А теперь вы меня гнобите. Теперь вы меня клюёте. А я знаю, чего меня вы гнобите и чего вы меня клюёте. Я знаю. Мариночка, с этой минуты мы с вами прощаемся. Где тут три точки? Заблокировать. Заблокировать. Всё. Мариночка, больше вы мне писать не будете. Я не хочу читать такие комментарии, портить свою нервную систему. Кто вам сказал, Марина, что меня кусают комары? Меня комары не кусают. Комарей у меня нет. Комары идут с ванны. И я их в ванной всех убиваю. Кто вам сказал, что у меня кусают комары? Я сплю теперь спокойно. Блохи от меня ушли. А блохи через окно не попадают. Витёк на рынке оделся. Да пусть Витёк где хочет одевается. Мне до одного места, до переднего. Где Витёк мой одевается. Я с Витёком хожу ради своего развлечения. Просто пробрындать и проехаться в машине. А где он одевается мне по барабану? И денег мне не жалко. Их просто не хватает. Их не хватает. А денег мне не жалко. Так что, Марина, с этой минуты мы с вами распрощались. Я не знаю, что с вами случилось. Вы всегда писали мне хорошие комментарии. Вы были одним из лучших зрителей. А теперь вы постоянно катите на меня бочки. Что я вам сделала? Мы что с вами в одном городе живём? Что вы решили со мной что-то свести? Какие-то счёты или что? А я знаю, почему вы так пишите. А на здоровье мне и моей толстой попе. Такой глупый вопрос. Задала кто задал? Зинаида. Фамилия произносить не буду. А зачем вам пятьдесят четвёртый размер, она пишет? Всегда говорили, что носите пятьдесят второй размер. А вдруг пятьдесят четыре? Интересно. Зиночка, жопа моя шире стала. Вы понимаете, моя жопа стала шире. И я этим горжусь. Здесь ещё идёт разговор про Валберис. Я не буду этого делать. Я ненавижу эти интернет-магазины. Я знаю, сколько с ними суеты и моруды. Это не для меня. Это не для моего характера. Я должна прийти, купить, одеть. Если что-то не так, отнести в ателье. А вот этими возвратами заниматься, трепать себе нервы, думать, поступил возврат, не поступил, дошёл, не дошёл. Когда ко мне что-то придёт, когда мне ехать получать, я не буду этим заниматься. Это удел молодых, удел ленивых и удел тех, кто живёт с внуками, с детьми. А я живу одна. В моём окружении нет таких людей, которые что-то заказывают с Валберис, понимают в этом, отправляют бумаги, подписи, возвраты. Зачем это мне, скажите? У меня во! Забот и печали. Зачем мне это? Так что там, не помню кто, Вера, да? Напишите, пожалуйста, какую куртку я купила в том году. Мне просто интересно. Может, я на самом деле купила, и у меня, понимаете, завал памяти. Может быть, я её вот здесь в антресоль спрятала. Но тут две секонд-хендовские куртки, которые я хотела выбросить. А сейчас, я думаю, раз у меня есть прогулки на машине, да, то я их выбрасывать не буду. Я их с удовольствием, как Витёк за мной подъедет, скажет, едем, допустим, туда. Я в секонд-хендовскую её курточку раз и поехала. Зачем мне одевать элемовское пальто, вон, то розовое, которое висит, плотность 200? Зачем? Я одену секонд-хендовскую курточку, вот здесь она на кухне, в антресоле, одену и поеду на машине. Просто мне интересно, какую куртку я купила в том году. Может быть, на самом деле я купила. Может, провал памяти. Всё-таки у меня уже возраст. Мне 65 лет. Понимаете? Просто мне интересно. А если бы то пальто подошло такого же цвета, я бы себе купила. Это два разных пальто. Разная прострочка. Прострочка, да, прострочка. Вот. И поэтому это пальто, которое я вам сейчас показала, это элема. Это дорогое пальто. Оно стоит 400 белорусских рублей. Вот. Оно зимнее, плотность 200. Оно дома, вот при малых морозах его можно носить. А то пальтишко 150 плотность. Оно тоненькое-тоненькое. Как вот коврик, на котором мы сушим посуду. Вот. То пальтишко тоненькое. Неважно, было бы у меня два розовых пальто. Одно тоненькое, одно толстое. Ну и что? В этом один фасон был. У старого нервмаги. А в этом шкафу, что у меня висит, здесь другой фасон. Так что... Так что вот так, девчонки, мальчишки. А также их родители. Не буду я... Это валберисы, возвраты. Вот это вот всё получай. Раскрывай. Не буду... Это не для меня. Это не для меня, девочки. Так, ладно. А сейчас мне надо идти в универмаг. Надо купить стирального порошка. Побыл у меня сегодня сантехник. Я очень довольна. Сантехник мне вчера спрашивает. Дима. Дима Ковалёв, который всё обещанки, цацанки у меня. Трубы текут. Он в отпуске. Слава Богу, есть Дима другой. У меня в телефоне, вот в этом вот, записан. Дима Хороший. И Дима просто. Так вот, сегодня был Дима Хороший. Я позвонила ему вчера. Он говорит, я приду после планёрки во вторник. Вот. Ну, а я взяла, сфоткала бачок. У меня же вайбера нет, ватсапа нет. И скачивать я не собираюсь. Ни вайбер, ни ватсап. Я сфоткала бачок. Я ему сказала, где течёт у меня с крана. Вот всё. И подправляла ему смс-кой. Сегодня он приходит. А, он меня спрашивает. Откуда идёт провод в бачке? Не провод, а шланг. Он идёт, как же он спросил, сзади или сбоку? Я говорю, сбоку. И ему раз, сфоткала и отправила. А он не получил эту фотку. И шланг у меня с бачка сбоку. Но он снизу. А Дима подумал, что сбоку, вот именно сбоку, вот сбоку. Ну, это ж сантехники, они дружат именно с теми продавцами, которые продают сантехнику на рынке. Ну, вот Дима поехал и привёз мне не то устройство, которое внутри бачка. Заходит и говорит, ё-моё, я же у тебя спрашивала, где у тебя, откуда у тебя идёт шланг. Я говорю, Дима, я тебе присылала смс-кой, фото. Он не приходит, надо на вайбер. Я говорю, вайбера у меня нет. Я говорю, покажи. Он говорит, вот. И взял, он говорит, стрелочками видно, что ты мне отправила, но ко мне оно не пришло. Короче говоря, а он работает в паре с электриком. Их настолько посокращали, и поэтому теперь ходит по работам электрик и сантехник. Он говорит электрику, Сергею, садись на велосипед, езжай, иди меняй. Ну, а сам, я же, мол, загрузила, работы много, и смеситель течёт, и шланг внизу выровнять надо, потому что мне тот Димка обкрутил, и так вот за трубу шла шланг. И эти аэраторы поменять надо. Вот. Короче говоря, пока тот сел на велосипед, поехал на рынок менять мне нужное вот это вот устройство в бачок. Дима тут снял бачок, что-то всё разобрал, перебрал, всё. Приезжает тот Сергей. Вот. Купил нужное устройство, поставил. Вот. Короче, сегодня сантехник мне сделал много чего. Поменял он два аэратора. Ну, сеточка такая тоненькая. Где-то я сохраняла её. А, поменял мне два аэратора. Да знаете вы, что-то, а вот, сеточка вкручивается. Потому что я сама бы не поменяла. Я не могла её выкрутить. Она прикипела. Она прикипела настолько. Вот здесь известковый налёт. Видите, какой. Он мне поменял два аэратора. Он мне с гусака капала вода. Он мне там закрепил гусак, потому что он шатался, и поменял там прокладочку. Вот. Он мне сделал в бачке новое привезли крепление. Крепление стоит 32 белорусских рубля. Вот. Но он сказал, это вот в бачке, что воду спускают, это универсальное. В следующий раз, когда у вас что-то выйдет из строя, я приду, и вы купите только резиночку. Вам не будет менять всё. А моё старое, он снял и говорит, выбросите. То есть, он сегодня мне сделал бачок, аэраторы поменял, гусак закрепил, прокладку поменял, шланг выровнял меня, потому что он был вот так вот закручен. И я сегодня забыла, чтобы он мне разработал два краника в ванной. Ну, в санузле, там два краника, потому что они так прикипели, я не могу их повернуть. А не дай бог, если где-то рванёт трубу, или мне придётся куда-то уехать, или уйти из хаты, надо перекрывать воду всегда. И я не могу, те краники не перекрываются. И я сегодня сплоховала, что я его не попросила, чтобы он мне разработал те краники. Они не крутятся вообще на трубах. Я сегодня задурилась, и поэтому краники мне не разработали. Вот такие вот дела, девочки. Так что вот так. Забот много. Теперь мне надо сделать входной двери, исправить второй замок. Там надо всего лишь купить симметричную сердцевину. Я на рынок пошла за симметричной сердцевиной, а мне там продавец сказал, там цифры какие-то назвал. А почём мы знаем, какую вам давать симметричную сердцевину, или два, или восемь. Возьмите отвертку, открутите. И я сегодня у сантехника с электриком спрашиваю. Я говорю, у вас есть знакомые хлопцы, которые по дверям? Они говорят, а что надо? Я объяснила. Вот так и так. Так электрик говорит, господи, так придём вот 12-го числа долбаться на второй этаж этот стояк. И я, говорит, к вам подойду, разберу, пойду на рынок куплю и приду вам поставлю. Видите, нет проблем вообще. Вообще нет проблем. Электрик мне поставит симметричную сердцевину в нижний замок. Нижний замок у меня со стороны комнаты закрывается. Там такой вот щелчок. Раз, и всё. А с улицы я не могу. Ключ не пролазит вообще. Короче, девочки, надо дома что-то делать. Дома всё запущено. Всё такое надо. Потом, как сделаю дверь, мне надо шуфлятки вызвать, наверное, мастера по мебели, по ремонту мебели, чтобы он уже приехал, купил мне эти направляющие. И чтобы выезжали шуфлятки. Это столько лет я живу с шуфлятками, которые не выдвигаются. И там практически ничего не лежит. Запущено всё. Ничего не делается, потому что за всё одолевает страх. Как это взяться? Где этого человека найти? И поэтому надо потихоньку делать, потому что квартира в полном упадке моя. Очень много, столько недоделок. Сюда, если мужику попасть, мужику нормальному, рукастому, то я его загрузила бы тут работой на неделю, девочки. Тут столько поломок, тут столько всего, что... Так что всё, мои хорошие. Точτοмом, по-человечески. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...